Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников-скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Клаудио Коэлли, испанский художник барокко. Коэлли считается последним великим испанским художником 17 века. Сын Фаустино Коэлли, известного португальского скульптора, он был придворным художником у Карла II. Работал над многими церквями и общественными зданиями в Мадриде. Причем его самая известная работа находится в Ризнице в Эль Эскориале, которая заполнена портретами священников и придвор. Я отстеру википедию. Клаудио Коэлли был португальцем по происхождению, родился в Мадриде в 1642 году. Тому обучал искусству Франциско Ризи. Еще и учась в этой школе, он создал алтарь для Сан-Пласида в Мадриде. Его знакомство с придворным художником Хуаном Кареньо де Мирандой позволило ему посетить королевскую коллекцию, где он добился наибольших успехов, изучая работы Тициана Рубенса и Ван Дейк. Его дружба Хосе Хименесом Доноса, в котором он учился в Риме, была для него не менее выгодна. В совместность с Хименесом Доноса он написал фрески в Мадриде и Толедо и расписал триумфальную арку для въезда королевы Марии Луизы Орлеанской. Стал хорошо известен благодаря этим картинам и работал на архиепископа Сарагозского в 1683 году. Был назначен художником Карло II, которого он работал в Эскореале. Куэль был последним выдающимся испанским художником в течение нескольких лет, поскольку с того времени, как Лука Джордана был вызван в Испанию, искусство постепенно приходило в упадок. Множество превосходных примеров его творчества можно увидеть в церквях и монастырях Мадрида, Сарагозы и Саламанки. Но его главная работа – знаменитый алтарный образ в Ризнице Сан-Лоренцо в Эскореале, представляющий поклонение чудесному воинству. Это огромная композиция, потребовавшая семи лет работы. В толпе персонажей, образующих процессию не менее пятидесяти портретов, в том числе короля и главных придворных. Картина написана с предельной точностью, но в смелом и виртуозном стиле. И в расположении всего есть величественная торжественность, которая хорошо соответствует величию предмета. Это очень экстраординарная работа, которая занимает свое место даже рядом с работами с Тицианой Рубенса. Был учителем Себастьяна Мунеса и Теодора Ардманс. Предспочтение отданное Луке Джорджано, который приехал в Мадрид в 1692 году при росписи парадной лестнице в Искориале. Настолько огорчило Коэлли, что он умер от досады в Мадриде в 1693 году. Ну вот так вкратце о последнем великом испанском художнике 17 века, испанском художником барокко Клаудио Коэлли. Данные закипели. Пока-пока. Смотрим работы.